Хочешь задонатить в игру, но не знаешь как это сделать технически? Здесь себе поможет сервис Best Donat. Все сделают качественно, быстро и надежно. Бомбовые цены, как для своих. Здесь ты можешь приобрести VIP пропуск, путь доблести и абсолютно любую акцию, которая только появляется в игре. И вообще любой набор кристаллов, который только представлен в официальном магазине игры. У сервиса Best Donat уже огромное количество клиентов и положительных отзывов. И соответственно, под него уже начали косить другие похожие сервисы. Ребят, единственные оригинальные ссылки сейчас у вас на экране. Все другие сервисы с похожими названиями, где это название меняется местами, либо дописываются какие-то буквы и так далее, это все фейки. Будьте внимательны. По всем интересующим вас вопросам пишите в Telegram Best Donat. Ссылка в описании. Всем привет! Стартовал призыв охотников на монстров и давайте немного попризываем. Есть монетами на Х20, но сейчас мы все скрутим и попробуем здесь кого-нибудь поймать. Сюда добавили сразу 4 новых героя. Давайте посмотрим, что это за герои, стоит ли их вообще ловить. Ну и сразу посмотрим, каких других рекомендованных героев сюда добавили. И насколько они сейчас актуальны. Ну давайте все по порядку и начнем вот с новых героев. Зеленая пятерка, КАИ, скорость маны очень быстрая и это уже отлично. Наносит 435 урона цели. С очень быстрой маной и в принципе урон нормальный. Призывает костяную ловушку паразита для цели. Паразит атакует врага силой 45% и он также увеличивается каждый ход вплоть до 93%. И вот эти паразиты у них в принципе интересны, потому что там через несколько ходов урон за ход будет составлять где-то 100 хп. Ну и это скажем чувствуется. Ловушка паразит поглощает лечение и исчезает, когда впитает 35% максимального здоровья владельца. В принципе паразиты 35% это такие достаточно мощные. Цель получает на минус 50% меньше здоровья при исцелении на 3 хода. В принципе интересный навык, но он видите обычный, да, а не так например как у урана неснимаемый. Поэтому какая-нибудь профессорша, либо айна, синяя пятерка, они это вообще никак не почувствуют. То есть они сначала снимают все вот эти дебафы, а потом хилятся. Ну а другие хилеры, которые сначала отхиливают, а потом снимают, ну конечно на 50% они будут менее эффективны. Снимает усиление цели в конце каждого хода в течение 3 ходов. Это в принципе тоже интересно, потому что вы можете ультануть в таунт, в него пробрасывать камни, ну и каждый ход он будет как бы сниматься, например на очень быстрой войне. В принципе, ну и интересно. Здесь все вроде не четок, но единственный его минус, все это делает он по одной цели. А это сейчас, ну скажем, не сильно актуально. Потому что, ну одну цель вынести, да, а две другие за одну ульту могут вообще всю команду разобрать. То есть герой сейчас настолько мощный, что шоттеры сейчас, ну очень редко играют. Так что, ребят, не знаю, в принципе его качать конечно можно, но насколько он будет актуален, даже не знаю. Второй герой Эба, красная пятерка, скорость маны медленная, это не очень. Наносит 585 урона цели. Также урон по одной цели, но 585 это очень мощный урон. Наносит 260 урона дополнительно случайным противникам. Число этих целей равно числу паразитов у врагов. Урон снижается при каждом следующем ударе, а это уже интересно. На бете она была совершенно другая. Вот второй урон, где сейчас 260, там был что-то 400 с чем-то. Но даже вот 260 это тоже нормально, потому что вы ее можете взять с какой-нибудь той же лизой, либо с тем же героем с этого призыва, которая красная быстрая паразитов вешает. То есть смотрите, 5 паразитов и пятерым она нанесет еще дополнительный урон. Да, он будет снижаться с каждым ударом, но в сумме сам урон будет в принципе нормальный. Ну а если вы успеете 2 ряда этих паразитов поставить. Ну и также у нее еще интересный нюанс. Она бьет, ну скажем, рандомно, так же как например вот Кангалах. То есть она в одну цель может вообще 3 раза ударить ее спокойно, просто вынести. Ну в принципе это интересно. Все задетые цели не могут накладывать эффекты статуса на врагов или союзников в течение 4 ходов. Ну и здесь вроде что-то новое. То есть смотрите, она ультует и по каким целям она прошлась. Они например не могут себе контратаку поставить не смогут. А если там например будет бронерез и бронерез по вам ультанет, то он вам броню не срежет. Ну вроде вот так вот по переводу получается. Все задетые цели получают минус 54 атаки на 4 хода и это уже отлично. 54 это огромный срез, скажем, атаки и например не то что какие-то трипл шотеры, а там даже шотеры толком урона не будут наносить. Ну в общем, ребят, герои интересны, ну и применение можно вообще спокойно найти. Также давайте посмотрим, сюда добавили еще четверку. Четверку, да, и тройку. Эдилаида, скорость маны быстрая и это отлично. Восстанавливает 26 здоровья всех героев. Быстрый хилер, это уже круто. Все союзники получают 195 атаки и минус 35 меткости. Этот эффект действует только тогда, когда у врага больше очков здоровья, чем у атакующего героя. Эффект длится 3 хода. Это уже интересно. 195 это получается распространяется и на камни, и на саму ульту. Ну и минус 35 меткости. Смотрите, если вы ультуете на героя, у которого больше хп, чем у вашего героя, то она нанесет огромный урон, либо просто промахнется. А если у того героя будет меньше хп, чем у вашего героя, то по нему пройдет и просто стандартный урон. В принципе, это интересно, но это, так скажем, такой рандом. Но быстрый хилер, он всегда полезен. Ну и это тройка, так что ее можно смело качать. И четверка, медоу, скорость маны очень быстрая, отлично. Наносит 265 урона цели. 265, ну нормально. Цель получает 402 урона ядом на протяжении 3 ходов. Урон медленно увеличивается с каждым ходом. 402 это начальных. Когда в бою с отрядами и прокачанная по эмблемам, это будет цифра больше. Все бы ничего, но урон также по одной цели. Но в принципе, суммарный урон по одной цели у нее будет прям очень хороший. Ну, четверка неплохая, но ничего такого особого в ней нету. И давайте посмотрим остальных рекомендованных и начнем вот с Ханитры. В принципе, неплохой герой с быстрой маной, но и минус у нее, скажем, что нет прямого урона. Отличная пассивка, но ОБ против Альфрик будет также хорошо заходить. Но есть люди, кто ее прокачал, ну и уже вообще ее не используют. У меня она не прокачанная, но у меня Акаделин есть прокачанная. Я ее также уже практически никуда не беру. Ну, хотя с пятого сезона, например, Баст, она спокойно играет. Ну, потому что это новый сезон, у нее прямой урон большой, также пассивки. В принципе, Ханитра неплохой, если выпала и нет желтых героев, ее можно прокачать. Но целенаправленно ее ловить не стоит. Капитан Немо просто наносит урон и то с условиями. Неплохая пассивка. Первый ульта он стартует как очень быстрый. Но нужен, чтобы какой-то на нем был дебаф, тогда он нанесет 600 урона. 600 много. Он у меня прокачанный лежит, как прокачал, так и никуда, короче, не брал его. Но сейчас пятый сезон, у них пассивки, постоянно вот это травление там. Ну и в принципе, ну, тоже, не знаю, не стоит его качать, ребят. Филиас Фок, хороший герой, отличная последовательность ульты. Сначала убирает усиление, потом наносит урон. То есть против таунтов, против контратаки, будет отлично заходить. Единственный его минус, все по одной цели. Ну и срезаясь защиту, можно в принципе на Титана брать, хотя и можно и Аумрам спокойно обойтись. Также у него крутая пассивка, уменьшение урона, что придает ему живучесть. В принципе, герой неплохой. Ну, тоже не сказать, что там прям супер какой-то. Кобальт, в принципе, нормальный герой, но также у него только прямой, скажем, урон. Ну и может еще обходить контратаку. Но вот с этим талантом он может наносить очень много урона. В принципе, его прокачивать можно. С каким-нибудь фридой, там бронерезами его можно спокойно использовать. Но говорю сейчас, прямого урона как бы недостаточно. Вот, например, Оникс, да, они вместе вышли. Оникс и диспелит, и запрет на усиление может повесить. И урон наносит, ну он прям очень актуальный, часто используется. Ну, кобальта также можно, в принципе, прокачивать. В общем, ребят, герои, не сказать, что какие-то прям имбовые. Остальные герои также, они здесь не меняют. Добавили откровенно старых героев, ну и сам призыв очень дорогой. Так что, в принципе, здесь можно и не призывать. Следующих героев всего добавят поинтереснее новых. Там будет один герой, который вешает все миньонов, и они будут срезать ману. Ну, это будет реально пушка. А сейчас, ну, одна, в принципе, неплохая, а вторая как бы особо и не нужен. Так что, ребят, этот призыв можно смело пропускать. Ну, давайте покрутим немного, ну и попробуем поймать хотя бы вот эту четверку с тройкой. И полетели. И давайте первый призыв прямо с нее начнем. Так, желтый, ну давай новая тройка. Нет, лисю. Ладно, давайте с нее. Тогда продолжим раз четверка. Пришла так. И все, тройка. Так, ну давайте. Хоть что-то новое. Красный. Тройка. Так, ну давай. Ну, отлично. Давай теперь четверку. Опять желтый. Рекомендованных тоже добавили. Могли бы каких-нибудь поинтереснее вместо кобальта, например, рубина сюда добавить. Желтый. Опять лисю. Так, зеленый, ну давай. Бля. Четверка. Опять зеленый. Давай новая. Нет, тройка. Су. Тройка. Тройка. Так, девять призывов остается. Давайте сюда прокрутим. Может здесь кто-нибудь будет. Давайте вот с него. Так, желтый. Четверка. Где костюм? В такой призыв, ну реально, могли просто хотя бы костюмы накинуть. Так, синий. Тройка. Так, ну вообще, смотрите, вообще никого нету. Ну-ка, давайте вот с него. Так. Так, фиолетовый. И гад. Короче, даже новую вот эту четверку фиолетовую походу не будет. Тройка. Так, красный. Понятно. И четыре призыва. Пять фиолетовую походу. Строит. Ну, короче, нереально здесь что-то вообще поймать. Фиолетовую походу. Пять ригерт. Блядь, ну вот че бы на Атлантиде ему не выпасть. Я говорю, хотя бы если бы костюмы были, ну уже бы. Было бы нормально. Так, и желтый. Опять этот, понятно. Так, давайте сундуки откроем. Так, ну предметов здесь нету. Ну что, ребята, вот такие вот были призывы. Вам удачи на призывах, чтобы вы подали нормальные герои. Ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал. Всем отличного настроения. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.